В Якутии закрылись все 806 избирательных участков. Голосование за будущего президента в нашем регионе официально завершилось. В участковых избирательных комиссиях начинается подсчет голосов. Добавим, что в 9 районах Якутии из-за разницы во времени выборы завершились. Урны уже вскрыты. Продолжается подсчет голосов. В ближайшие минуты надеемся получить предварительные результаты. Отметим, что уже как два часа идет подсчет в шести районах республики. Обыском, Нижнеколымском, Алаиховском, Верхнеколымском, Момском и Среднеколымском. Готов ли Центр избирком Якутии озвучить предварительные данные по этим территориям? Спросим у нашего корреспондента Саргланы Захаровой. Она сейчас работает в Центр избирком Якутии. Сарглана, добрый вечер. Ждем подробностей. Добрый вечер, Александр. В столице уже 8 часов вечера и все избирательные участки в республике уже закрылись. А в 11 северных районах, которые находятся на другом часовом поясе, 95 избирательных участков закрылись еще 2,1 час назад. Мы надеемся, что по ним предварительная информация появится уже совсем скоро. Александр. А что известно по явке избирателей? Есть ли новые данные? Ну а пока информации нет, но буквально через 15 минут ЦИК Якутии проведет очередной брифинг, где и узнаем окончательную картину по всей республике в части активности избирателей. А на данный момент у нас есть информация на 6 часов вечера. Наибольшая явка тогда наблюдалась в Аннабарском районе 86,23%. За ним Оленекский 85,63%. Неплохие показатели у Заречной и Центральной группы районов, в том числе, в частности, в Горном и Амгинском улусах. Там по 78% избирателей. Что касается промышленной группы, то здесь лидером были Ленский и Миринский районы с явкой в 63,5% и 62%, соответственно. Нерингриалдан тогда шли с показателями в 59,56%. Общая явка в Якутске на 6 часов вечера составила 63,70%. Отмечу, что недавно журналистами в медиа-центре встретился руководитель московской политической экспертной группы Константин Калачев. Он высказал мнение, что Якутия по итогам дня выборов может войти в тройку лидеров на Дальнем Востоке по активности избирателей. Также он отметил, что атмосфера в республике выгодно отличается от других регионов. В том числе он выделил Якутск. Он подчеркнул, что столицы регионов по явке обычно отстают от других поселений, что не относится к нашему городу. Что касается нарушений, то хочу сказать, что к 3 часам было в республике выявлено всего одно. Но к 6 часам вечером появилась очередная жалоба. Суть ее заключается в том, что на информационном плакате одного из кандидатов появились вписки с дополнительной информацией о кандидате. Ранее информация на плакатах была неполной. В связи с этим ЦИК провел свою проверку и выяснил, что вклейка появилась еще задолго до дня выборов и соответствует всем установленным нормам. Александр? Спасибо, Сарглана. Я напомню, что на связи с Центром избирательной республики была Сарглана Захарова. Итак, в ближайшую минуту ждем последние данные по явке избирателей в республике.